друзья всем привет с наступающим новым годом или наступившим у кого как кто смотрит это видео хочу поделиться с вами своими перипетиями что случилось в этом году что будет следующим двадцать первом году как вы все знаете потеряли мы свою пивоваренку маленькую но не сидим на месте надо работать развиваться дальше в пивоварной сфере поэтому я устроился на большую пивоварню харьковскую альтбир называется это даже и пивоварня это семья ресторанов там две пивоварни ресторанного типа и одна большая завод целый три тонны варочный порядок такие интересное интересное такое помещение все оборудование новое вот я устроился на одну из пивоварен на сумском рынке ресторанного типа буду заниматься крафтом шмафтом вот ну вам покажу как бы всю эту историю ресторанную пивоваренку небольшую тоже небольшая у меня было 300 литров это на тонну варочный порядок вот и потом сходим на завод я вам покажу завод большой вот такие вот дела с декабря как бы приступил думаю вам тоже будет интересно посмотреть мое новое место работы так что пошли покажу так 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 мое новое место работы пивоварня альбир ресторанная пивоварня вот так она выглядит на тонну варочный порядок вот такая красивая панелька сенсорная там можно видно увидеть ресторанчик люди гуляют все за стеклом все видно как пивовары работают цкт двухтонная еще есть лагерные танки куда перекачивается для хранения пива это вирпул пластинчатый теплообменник ну как бы пивоварня хорошая чех брюмастерс чешская качественное хорошее оборудование работать можно пацаны тут работают уже давно профессионалы еще с чехами работали вот у них учились ну а теперь мы тут вместе будем какую-нибудь фигню варить как говорит женя беляченко крафт хуявт альбир в двенадцатом году открыл свое первое заведение как я называю старший брат с замечательным чешским пивом которая вела и до сих пор ведет но к сожалению на удаленке сейчас замечательная чешская команда пивоваров чех брюмастера да это же наследие принял альбир на сумском рынке открывшись в пятнадцатом году здесь тоже работали ребята из чех брюмастера и потом и потом ваш покорный слуга захотел чего-то эдакого в смысле крафтового в нашу команду влился небезызвестный вам мой друг виктор ващук не вообще как вы понимаете на виктора в принципе да и вот появилась целая рублика пивная рублика new craft story это вот крафтовые 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 сорта виктор успел их выпустить но наверное 20 или 25 если не ошибаюсь февраля месяца виктор главный пивовар фозе групп нас покинул ушел на повышение и вот потому я очень рад представить вам главного пивовара альбира виктора юхно пивовар который вырос из домашнике так можно называть домашнике причем я скажу что нам вдвоем с виктором повезло что пивоварня в ресторане потому что я не понимаю как бы на отдельной пивоварне я бы справлялся ты бы справлялся с тыквенным сортом где пахала кухня сутки а кухни альбира большая парковчане и в принципе все прекрасно знают что такое альбир я думаю многие его любят что все привет меня зовут алекс я певни сомелье в альбире зараз такому перезавантажение альбиру я выступаю в роли консультанта тут хлопцы роблять величезную колону на 50 кранов там будет их пиво и импортное пиво и и таки добрый selection локально-украинского крафта будут новые сорты от их нового пивовара я думаю что все кто дивится его канал уже в курсе и також будет небольшой премиальный крутой холодильник тоже с импортным с цикавым с таким витриманным крафтом для поцинювачек тому якщо вы завжди хотели выпить больше чего-то цикаве чи взагалі просто любите так чтобы можно было ходить по харкаву знаходить десь крутое пиво и пить я всех витаю у нас скоро буде нова точка на 50 кранів з великим вибором з гарным асортиментом з яким я теж буду допомагати хлопцям і взагалі нове місто де можна буде насолодитись добрими крафтовими сортами я думаю що це рекорд для України мені здається для харкова точно і ну тут головна задача і будемо тримати такий добрий баланс між тим що робить альбір тим що буде зараз робити вітя і якимось таким трохи традиційним пивом трохи класичним пивом бельгійським британським ческо-німецьким і такими світлинами українського крафту від крафтових паваларів тобто якщо хоче захочеться всього разом то можна йти сюди і знаходити тут великий асортимент так якісно цікаве пиво а вот татьяна волынская главный технолог завода альбир большого тань ну шо покажеш заводик нам легко все идем показывать смотреть завод наше производство относяло лабораторией сырье проверяется потом пивное сусло проверяется проверяются дрожжи проверяется качество мойки далее как идет брожение дображивания пива несколько несколько раз в течение всего этого процесса отбираются пробы потом пиво после сепарации перед наливом отбираются и пиво после налива проверяется на стойкость и на чистоту у нас пятипосудный варочный аппарат на три тонны готовой продукции за варку и 6 кубовый цокотей который заполняется двумя варками заторный аппарат с двумя гильзами температуры для инфузии для отварки для отварки самая нижняя точка чтобы мы варим по-чешски с одна отварка и двухотваркой можем из трех но в основном двухотварочный заторный процесс потом фильтр чан с гидравлической мешалкой которая подымается вверх-вниз и с ножами для рыхления пивного затора пивной драпины сусловарочный котел и вирпул это буферная емкость снизу емкость разделена на две части там сусло сборник с обогревом и сверху вирпул гидроциклон для осветления пивного сусла наше наше управление сделано так чтобы в каждой емкости мог быть отдельный процесс чтобы варка за варкой мало продолжаться вот это сип мойка баки с каустиком с подогревом азотная кислота и дезинфектант баки без подогрева чисто без рук с изоляционными рубашками каждый бак рассчитан на 650 литров будем доращивать его в два раза теплообменник кстати харьковский он рассчитан на почти восемь кубов то есть мы свою варку в три с половиной куба горячего сусла охлаждаем за 20-25 минут зависимости от того какая нам нужна температура расходомер считает сусло система фильтрации и стерилизации воздуха свеча аэрации и дальше идет уже поток на цк т вот это расходомер здесь сохраняются дрожжи для задачи все это необходимо также дрожжанка моется перед каждой задачей дрожжей и после сепаратор лучше отсюда сепаратора немецкой компании геа на 5 и 5 кубов в час мы работаем с ним с девятнадцатого года очень довольны хорошее идет осветление давим мы порядка три с половиной куба противодавлением давится пиво осветляется и перекачивается в другой цик отель для налива до это цик отеля первого порядка которому установили в девятнадцатом году открылись мы в конце девятнадцатого года осенью получили лицензию в ноябре открылись начали работать это цик отель компании промонтаж 04 харьковские ребята мы ими довольны тоже мы с ними сотрудничали несколько лет по небольшим работам сварочным из нержавейки вот цик отель оснащены двумя рубашками охлаждения данные конус и цилиндр управление отдельно записано на них через основной экран либо отдельно есть маленький еще экранчик управления на сип-мойке для удобства дубликат и новые цик отель были установлены в сезоне двадцать первом и в двадцатом году одно цик отель было установлено в двадцатом году и еще пять установлены в двадцать первом году в апреле вот они также шестикубовые и имеют на этот раз уже три рубашки охлаждения выполненные в стиле pillow plate то есть она зонированная с направленным движением охлаждения гликоля то есть количество тепла хладагента становится меньше качество охлаждения повышается за счет конвекции в самом пиве теплого холодного и за счет того что насос прокачки дает больше эффект он более направленно действует для охлаждения хэппинатор от компании ВРС Групп это Днепр тоже наши партнеры работаем с ними с восемнадцатого года от них у нас стоит кигомойка мы к ней позже подойдем но это мы совсем его недавно получили то есть мы ждем еще по нему манометры и запускаемся наверное с января и так он готов полностью он рассчитан на 200 литров на 25 килограмм хмеля за одноразовую задачу наша вода проходит систему водоочистки через систему фильтров и обратного осмоса фильтра убирают механическую примесь которая может появиться и убирают часть солей а осмос делает все остальное то есть он убирает жесткость да убирает соли да в данный момент идет розлив пива значит это кигомойка от компании ВРС Групп Днепровские ребята сделан кегбой двухпостовой кегбой одна головка моет щелочью и кислотой импульсная промывая при этом водой и выдув воздухом есть после каждого импульса раствора вторая головка стерилизует паром задает газ для противодавления и набирает пиво отрабатывается налив пива по датчику среды вот он установлен внизу на выходе когда кега становится полной сначала идет пена потом пиво и вот этот момент перехода из пены в жидкость датчик видит, отрабатывает и закрывает подачу на налив таким образом кега набирается полностью установка для налива в стекло мы работаем на одноразовом стекле белорусской бутылке для нее сделали еще отдельно в принципе для любого вида бутылки подходит этот ополаскиватель бутылка перед наливом стерилизуется здесь раствором порядка 15-20 минут потом бутылка идет на налив бутылочка ополаскивается наполняется одновременно две сейчас завакуумируется бутылка задается газ для противодавления и задается пиво благодаря противодавлению оно не будет пениться потом по уровень набирается она закрывается клапан на подачу сейчас идет стабилизация то есть идет открытие-закрытие для сброста давления чтобы стабилизировать пиво чтобы оно не выпадало сразу и стояло с пеночкой до высоты горлышка оператор забирает вручную ставим и укупориваем вручную будет складская зона после розлива пива в кегу либо в стекло формируются поддоны стабилизируются и перевозятся в склад готовой продукции Это холодильник. Здесь поддерживается температура круглосуточно от 0 до 5 градусов. Каждая кега маркируется, какой сорт, какая дата слива, какая была партия. То же самое маркируются ящики со стеклом, о том, какой сорт, какая кега. Улыбнись. Все выставляется по сортам, на поддонах хранится пиво, и потом отгружается уже со склада на, согласно заказу, на машины наши или другим заказчикам. Мы начинаем для себя новый бочковой проект. Для этого к нам заехали на данный момент 2, но последствия будет 10 бочек по 200 литров. После выдержки бурбона Джимбима будем в нем выдерживать несколько разных сортов пива. Крепкого в основном будет 1 им перец, 1 даблбок, возможно барли вайн и что-то еще. Будем вскрывать через год.